Всем привет, вы смотрите телеканал Дождь, это прямая линия, меня зовут Анна Немзер. В 236-й день войны идут похоронки вот этих вот свежемобилизованных. Там интересно посчитать, значит, верховный главнокомандующий как говорит, мы когда людей, новобранцев мобилизуем, мы там им от 5 до 10 дней, они у нас какую-то первую тренировку проходят, потом еще дней там 10, 15, вторую, потом еще что-то, ну в общем месяц так получается плюс-минус. Ну вот, значит, соответственно, вот так у нас и происходит. 21 сентября была объявлена мобилизация, сегодня у нас чуть меньше месяца прошло, вот пошли первые похоронки, срок обучения пройден. Обстрелы по всей территории Украины опять, и вот сейчас, пока я сижу и записываю в понедельник днем эту программу, значит, что у нас происходит. Сегодня с утра Киев атаковали дронами Камикадзе, в этот момент Путин объявил, что он госфинансирует теперь фильмы для детей, поздравляю вас всех с этим. Собянин заявляет, что план по мобилизации в Москве закрыт, все, закрываем лавочку, выполнили, отчитались, все нормально. И Госдума, значит, в это же время что-то такое обсуждает запрет ЛГБТ-пропаганды и говорит, что это важнейший инструмент в гибридной войне. ЛГБТ сегодня это инструмент гибридной войны. И в этой гибридной войне мы должны защитить наши ценности, мы должны защитить наше общество, мы должны защитить наших детей. Массовое убийство на полигоне в Белгородской области. Что там произошло, решительно понять нельзя. Министерство обороны довольно долго информацию скрывало, потом сообщило, что вот в субботу во время занятий по огневой подготовке с участием добровольцев двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по личному составу. Набрали новобранцев, раздали им оружие, теперь там происходит какая-то пальба в разные стороны. Сначала было сказано, что теракт, потом сейчас возбуждено уголовное дело по статье «массовое убийство». Значит, что там произошло, действительно понять нельзя. Появилась версия, что это какой-то конфликт на религиозной почве. То есть несколько человек, несколько новобранцев, мусульман, сказали, что что-то им не нравится идея идти воевать в Украину, и, пожалуй, они не будут этим заниматься. Тогда какой-то командир, значит, взывая к их разуму, стал говорить, что это священная война. Но они как-то немножко поправили его и объяснили, что с точки зрения ислама является священной войной, а что нет. А дальше, значит, кто-то уже там назвал Аллаха слабаком и трусом, ну и дальше началось. Подтвердить или опровергнуть эту версию тоже невозможно. Значит, можем ли мы сейчас сделать вывод, как я вот слышу какие-то уже на это намеки, что вот, набрали людей, которые не хотят идти воевать, раздали им оружие, и сейчас начнется настоящий русский бунт в армии, бессмысленный и беспощадный. Можно предвещать? Нет, нельзя предвещать. Мы по-прежнему не видим никакой политической мобилизации. У нас нету поля и структуры, инфраструктуры, чтобы ее увидеть. Честно говоря, есть ощущение, что, может быть, это уж не такая действительно простая политтехнологическая задача зарядить все общество, идти умирать прямо. Может быть, это как-то, ну, сложнее работает, чем какие-то другие политтехнологические примочки. Может быть, это какой-то более сложный механизм. Может быть, этому надо было учиться. Может быть, почву надо было готовить сильно заранее. Может быть, тут недостаточно просто написать про Великую Отечественную 2.0. Самое страшное не это. Может быть, Кириенко и его политтехнологи действительно плохо тренированы и плохо выполняют свою работу. Это вполне возможно. Я готова допустить, что каждый житель Российской Федерации против этой войны не хочет идти воевать. И видит этот бред, это вранье власти, когда сначала говорят, что она самая великая армия в мире, а потом начинают ловить парней по подъездам, поликлиникам, там где там только нет. Может быть, это действительно не только на меня, но буквально на каждого человека в Российской Федерации присвоит вот это вот комическое, трагическое, чудовищное, абсурдное впечатление. Может быть, мы все смотрим на этот вопрос абсолютно одинаково. Я не знаю. Вполне вероятно, что так. Проблема в том, что это не имеет никакого значения. Проблема в том, что нету причинно-следственной связи, ну или если есть, она какая-то совершенно неевклидова, какая-то нелинейная. Кажется, люди действительно не хотят идти воевать, и уж точно они не понимают, с кем и за что они воюют. Я уже сейчас так наглой и без статистики говорю, на самом деле. Но идут. Потому что отказаться еще страшнее, потому что выхода нет, потому что пока в этой системе координат, а что страшнее, тюрьма или война, тюрьма или фронт, пока почему-то до сих пор остается ощущение, что, наверное, тюрьма все-таки страшнее. Но это даже, как мне кажется, это не тот выбор. Это выбор между послушанием и ослушанием. Между нахождением в колее и нахождением вне колеи. Это очень страшно. Сейчас неожиданный ход совершу. На прошлой неделе студия подкастов «Либо-либо» выпустила расследование, его сделала Настя Красильникова, она называется «Ученица» о многолетнем сексуализированном насилии в ЛЭШ, летней экологической школе. Это такое место, которое на протяжении многих лет для многих учеников было такой точкой притяжения, островом радости, познания, учебы, коммуникации, сотрудничества, красивой науки, любви. И одновременно с тем, для многих из этих учеников, это место было точкой абсолютной травмы и воспроизводящегося насилия. Послушайте, пожалуйста, этот подкаст, я дам его в описании. Каждый раз, когда вскрываются такие истории о насилии в школах, в каких-то закрытых элитных группах, я начинаю думать, что, в принципе, вот этот вот спотлайт, это же совершенно универсальная и, в общем, интернациональная история, где только этого не бывает. Вот тебе, пожалуйста, английская закрытая католическая школа или, например, какой-нибудь постсоветский биологический кружок. Какая разница? Казалось бы, это вот эта вот история про ученичество и про роль преподавателя, про эту иерархическую структуру, про эротизированность каждого, вот это вот знание, процессы передачи знания. Это огромные соблазны, огромные соблазны использования, злоупотребления властью, которые действительно довольно трудно преодолеть. В этом смысле история довольно универсальная. Но все равно приходится смотреть на особенности национальной охоты, даже несмотря на всю эту вот универсальность. Когда твоя страна на протяжении многих лет над тобой издевается и тебя унижает, то потом, когда ты оказываешься на своей вот этой вот маленькой отведенной территории школы или там театральной студии или биологического кружка, и ты там царь и бог, то в общем, конечно, в компенсацию за все тобой пережитое границы у тебя начинают немножко куда-то отъезжать. И дальше у тебя нет уже оглядки ни на УК РФ, ни на Канта, ни на законы морали и нравственности. У тебя уже такая легкость необычайная в мыслях и ощущение себя в своем праве. В понятийном таком, но в своем праве. Вот в этом ощущении собственной понятийной законности тонет сейчас вся российская власть. Понятно, что насилие и все эти проблемы это не специфический российский, их какой-то колорит, и что это есть во всем мире, и не будем мы говорить о том, что это в разливанном море благости есть у нас один такой репрессивный остров. Нет, это, конечно, не так. Но да, есть особенности. Довольно удачно сошлись несколько факторов. 70 лет славного репрессивного советского анамнеза, ядерная кнопка и бюрократическая машинка, которая воспроизводит насилие не потому, что она такая свирепая, а потому, что ее просто никто больше никогда ничему не научил. И единственное, что она может воспроизводить, это насилие. И дальше получается так, что то, что в военкомате упал, отжался, то в элитной школе становится грумингом. И непонятно, как на это смотреть, то ли это до идиотизма напрямую, лобовым образом понятое какое-то представление Макса Вебера, ну вот это вот пролегитимное насилие на определенной отведенной территории. И тогда в одном случае отведенная территория – это государство, а в другом случае – это школа, театральный кружок и так далее. Но еще хуже, что, может быть, это просто гопническая установка «Мне за это ничего не будет». И вот об этой инерции насилия и о возможности ее преодолеть я хочу поговорить с историком Андреем Зубовым. Андрей Борисович, началась мобилизация в России, которую непонятно, как назвать, то ли она, называется она частичная, а по сути дела она какая-то по принципу русской рулетки устроенная. И, конечно, есть, помимо какого-то абсолютно конкретного ужаса за конкретных людей, паники и так далее, есть ощущение, что очень существенно поменялся какой-то расклад, что власть потребовала от всего общества вот этой мобилизации, ну, мобилизации конкретной, технической, военной мобилизации, душевной мобилизации, такой вот патриотической. И есть ощущение, что, может быть, технические мобилизации происходят, а политически ее совершенно нет. Она совершенно не ощущается. Нет, пока, во всяком случае, нет ощущения, что люди готовы умирать за Родину, что люди понимают, с кем они воюют, за что они воюют. И происходит какой-то вот рассинхрон, я бы сказала. Как это вообще возможно призвать весь народ и не создать никакой действительно идеологической инфраструктуры, никак не объяснить, что происходит, зачем, и абсолютно без этого огня внутри посылать людей в насмерть? Как это вообще возможно? Анна Андреевна, я думаю, что, во-первых, разумеется, власть пыталась создать вот этот огонь в груди, как вы сказали, пропаганда работала, я бы сказал, на максимальных оборотах, начиная с 24 февраля, но она мало кого трогала. То есть она трогала людей, безусловно, и люди, которые смотрят телевизор, они совершенно другими стали. Они были индукцинированы на войну, и они ее поддерживали. Я думаю, что в каждой семье найдутся люди, люди, родители, близкие, кто поддерживали эту войну. В этом смысле пропаганда сработала. Но был один момент, понимаете? Пропаганда сработала на человека, который смотрит телевизор, сидит на диване и смотрит телевизор. На этих людей сработало, но на людей, которые должны идти на фронт, это не работало. Одно дело смотреть по телевизору, как бомбят Украину и убивают там, пусть военнослужащих, пусть мирных жителей. Я не знаю, что покажут по нашему телевизору. Другое дело самому идти и убивать. И быть убитым. И общество к этому не было готово. Оказывается, разные вещи. Понимаете, убедить людей в том, что может вытекать телевизионная, экранная война, и убедить людей в том, что твое участие в ней – это дело чести. Вот власть сейчас пытается это сделать, проводятся там всякие мероприятия, связанные с тем, чтобы поднять патриотизм. Но это плохо получается. И огромное количество людей, сотни тысяч, некоторые называют цифру миллион, уехали из России, вместо того, чтобы принимать участие в войне. Конечно, и в Украине там определенный процент молодых мужчин бежал из страны, чтобы не быть мобилизованными. Но соотношение примерно бежавших в России и бежавших в Украине, учитывая объем населения, один к трем, один к четырем. И мне кажется, это как раз подчеркивает те две абсолютно всем ясные вещи. Есть всегда люди, которым наплевать на национальные интересы, которых своя рубашка ближе к телу. Они есть в любой стране. И удивляться, что есть какое-то количество украинцев, которые уехали от нобилизации куда угодно, не следует. Но очевидно, что в России, которая, по сути говоря, ничем бы не отличалась от Украины, если бы шла речь о борьбе с внешним агрессором, на этот раз процент людей, которые хотят избежать призыва в армию, вот в несколько раз выше, чем в Украине. И это говорит о том, что вот этот зазор – это именно неприятие, нравственное неприятие войны, при котором, конечно, и страх за свою жизнь резко возрастает. Одно дело – отдать жизнь за святое дело защиты Родины, другое дело – отдать жизнь за авантюристические планы Путина. Понятно, второе окрыляет намного меньше. И я, исходя из этого, предполагаю, что власть в России столкнулась с глубочайшим кризисом, кризисом своей поддержки. И она не знает, как сейчас быть дальше, как эту поддержку активизировать. Хочется, на самом деле, конечно, больше всего говорить про общество, как-то пытаться понять, как оно на это реагирует. Мы про это еще поговорим. Про власть всегда сложнее задавать вопросы, потому что у нас такой дистанционный анализ, такой вот, что у них там в голове. Но кажется это, конечно, каким-то очередным каким-то абсолютно безумным, абсурдным каким-то шагом. Вот на фоне того, что идут сейчас вот эти вот бомбежки, обстрелы. И при этом набирается вот эта вот человеческая телесная масса. Вот это вот, как они говорят, уже 200 тысяч мобилизовали, значит, у нас цель 300 тысяч мобилизовать, значит, у нас две недели еще будет идти мобилизация. Очевидным образом на этом будет падать, я не знаю уже, как это все называется, рейтинги доверия, но очевидным образом, когда ты призываешь людей умирать и убивать, ну, как бы отношения несколько портятся. То есть шаг довольно такой вот отчаянный. Тем не менее, власть на этот шаг идет. Зачем? Это нужно практически уже сейчас необходимо? Вот эти 200 тысяч ребят, у которых была военная кафедра когда-то в институте, которые теперь оказались в запасе, вот они сейчас спасут положение? Или это идеологический шаг? Это что вообще такое? Анна Древна, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, но он требует ответа на нескольких уровнях. С точки зрения формальной, почему принято было такое решение, это все довольно понятно. Сейчас армия Украины, действующая, которая на фронте и на первой линии тыла, она больше примерно 50% российской армии, которая сражается в Украине. А численность при наличии, в общем-то еще и хорошей техники, она очень много значит. Именно это превосходство численное и плюс к этому качественная западная военная техника позволили Украине провести блестящую операцию по освобождению Харьковской области и, несмотря на давно подготовленные линии обороны, теснить постепенно российскую армию в Херсонской области и в стабилизированное положение в Донбассе. Но ясно, что если так будет продолжаться дальше, всем генералам это понятно, то Россия покерет очень скоро сокрушительное поражение, поскольку вот эта кадровая армия, наемная армия, которая была действительно как-то подготовлена, она была невелика. Деньги разворовывали в военных структурах еще больше, чем в невоенных, потому что все секретно. И, соответственно, армия оказалась небольшой, но та небольшая армия, которая была, она была хорошей, но она на половину уже выбита в результате вот этих боев в течение почти восьми месяцев. Поэтому генералы, в ответ на упреки Путина, что вы отступаете, вы терпите от украинцев одно поражение за другим, отвечали, что мы не можем иначе, дай нам украинцев мобилизация. У них никто не может уехать из страны без разрешения возраста участия в армии, то есть от 18 до 65 лет. Вот дай нам такие же условия, мы победим украинцев. Вот примерно то же самое, я думаю, говорили сторонники войны Путину, а Путин, я предполагаю, ясно понимал, что этот призыв будет крайне популярным. И обрушит его уже и так очень сильно пошатнувшуюся репутацию. Вот это военная и такая, если угодно, явная причина этого призыва. Второе, да, действительно, если 200-300 тысяч военнослужащих присоединятся к армии русской в Украине, то может быть перелом, или, по крайней мере, замедление отступления. Вопрос в том, какие это будут люди, как они будут мотивированы, как они будут подготовлены и технически, и морально, и политически к войне. Я думаю, они будут подготовлены во всех отношениях плохо, и поэтому эффект мобилизации не даст. Но есть еще один момент для мобилизации, который, возможно, даже ускользает от сознания, или находится на грани сознания и подсознания для политиков путинского окружения, для сторонников продолжения войны. Это соучастие. Пока большая часть русского общества сидела на диване и пусть даже поддерживала диван на войну, это не было соучастие. Для бандита очень важно соучастие в пролитии крови, соучастие в преступном действии. И вот, собственно говоря, призыв людей именно предполагает, чтобы людей повязать, как говорят в преступном мире, повязать преступления, сделать их соучастниками. Вы помните, что перед 24 февраля было заседание президентского совета, которое все транслировали. Собственно, ничего там особенного не было, но было одно – все поддержали Путина. Вот ему было важно свой узкий круг сделать для всей страны, для всего мира, соучастником его планов, ну и, на самом деле, его преступлений. Вот теперь то же самое предлагается всему народу. И русский народ, это, надо сказать, очень ясно почувствовал. И так же, как тогда, во время этого заседания президентского совета, кто-то пытался убежать, кто-то пытался промолчать. Молчать сейчас сотни тысяч молодых людей уклоняются от службы в армии, уезжают за границу ради того, чтобы не соучаствовать в преступлениях. Вот, мне кажется, второй этот момент тоже очень важный. И они хотели соучастия, а народ соучаствовать не захотел в своем большинстве. Естественно, есть люди, которые с готовностью, как говорят, идут на мобилизацию, но это кто-то там с 12 детьми сказал, не нужно мне отсрочки, я пойду от жены и от детей там на фронт. Ну, такие люди есть. И это понятно. Статистически есть все. Вот. Но в прямом смысле русское общество отказалось быть соучастником преступления Путина в значительной части своей. И это очень важно. Андрей Борисович, очень обнадеживающе вы говорите, что российское общество отказалось соучаствовать. При этом нам очень сложно это оценить, потому что мы видим огромное количество уехавших людей, но при этом, конечно, это небольшой процент. И мы должны понимать, что уехать могут далеко не все. Позволить себе уехать могут далеко не все. Это очень большими привилегиями надо обладать. И кто-то бегает внутри России, кто-то как-то старается уклониться. Я уверена, что огромное количество людей, которые идут, идут тоже с очень разными чувствами. Кто-то идет с песней и с поддержкой, кто-то идет от безысходности. Вот эта безысходность, как вам кажется, действительно, есть традиция говорить про ощущение бесправия, про ощущение легитимности и государственного насилия, которое принято обществом и уже воспринимается как должное. Как вам кажется, эта мобилизация, она как бы вот в этой колее, она не станет каким-то переломным моментом, когда люди скажут, что нет, уже вот так с нами не нужно. Уже вот так не нужно с нами. Понимаете ли, я сейчас скажу об одном историческом прецеденте, но до этого хотел бы сказать об одной установке русского сознания. По сути, она была установкой общей, человеческой, но как общая, человеческая, общая европейская установка, она исчезла раньше, чем в России. Долгое время народ считал, что такая вещь, как войны, внешняя политика, это дело царское. Если царь считает, что надо там идти куда-то воевать, в соседнюю страну, значит, надо, значит, это нужно для всех нас. И эта установка была во всей средневековой Европе, кое-где она дожила до 18 века, но эпоха возрождения или возникновения национального сознания, которая произошла в 18 веке, она сделала европейца уже лично ответственным за политику человека и за внешнюю политику тоже. Не все поддержали Наполеона, а многие, как и вот сейчас, уехали из страны сражаться даже против Наполеона в русской армии, в английской армии. Это уже был личный выбор. Понятно, это был выбор там аристократов и революционеров, но он был шире, это был личный выбор и простых крестьян, там, Британии, которые тоже отказывались воевать на стороне революционеров, на стороне Наполеона. То есть на конца 19-го, начало 18-го века внешняя политика в Европе перестает быть царским делом. Она становится делом каждого, потому что умирать-то по воле царя приходится каждому. Много здесь сделало и разделение европейского общества на протестантские и патолические страны, тоже они обострили это индивидуальное политическое сознание, но ничего этого в России не было. В России, именно в народной России, не в интеллектуальном условии, война, как дело царское, продолжалась, собственно говоря, до конца имперского периода, и страшно рухнула эта идея сначала в первой революции пятого года, потом во второй революции семнадцатого, двадцатого годов, когда люди ответили царю, что это наше дело, воевать или не воевать, а не твое дело, посылать на сноубой или не посылать на сноубой, мы сами решим, стоит или не стоит, а из-за этого, собственно говоря, вспыхнули две революции, масса линчевания офицеров на фронте и так далее, и так далее. Когда началась война между Советским Союзом и нацистской Германией 22 июня 41 года, тогда как известно Советская Армия была огромной и по численности, и по оснащению техникой, но она рухнула тут же. В плен стали сдаваться сотнями тысяч, если не в общей сложности больше трех миллионов людей за два года войны сдалось 3 миллиона 600 тысяч по нашим данным. То есть народ отказался воевать на стороне Сталии. Отказался в значительной степени. Но он тем самым показал, что война это не дело царское и не дело политбюро. Это мое дело, я не хочу думать. Но когда оказалось, что нацисты несут действительно в Россию трагедию гибели, трагедию превращения людей в рабов, презрение к национальному чувству и одновременно положение людей в конституционных лагерях в Германии и военнопленных ужасно и масса людей умирает, это заставило все вместе подняться вот этому национальному чувству и где-то с середины 1942 года Красная Армия стала уже воевать не как бы в поддатке, а на самом деле и, как известно, не сразу, но одержала важнейшие победы. Вот вы понимаете, поэтому и сейчас если бы русским людям пришло бы сознание, что действительно идет борьба за их родину, то возможно бы люди стали сражаться иначе. Но пока идет ситуация первых месяцев войны, когда никто не хотел умирать за родину, за Сталина, почти никто, мало кто, а в основном все хотели сохранить свою жизнь. И я думаю и не соучаствовать в этой войне. И поскольку мне трудно себе представить, что власть выделит какую-то ну собственно идею, даже идея-то здесь не пойдет, здесь должны сами украинцы начать действовать как нацисты на территории России, тогда действительно начнет сопротивление. И поскольку я уверен, что украинцы так действовать не будут, то мне кажется, что и ожидать вот этого превращения войны Сталина в священную войну, как было в 1942-1943 году, нам не придется. Этого не будет. Есть вопрос про некоторую неосведомленность и про такие расплывчатые представления о том, что такое собственно есть армия и о том, что такое есть фронт сейчас. Потому что я на протяжении очень долгого времени еще до начала войны я слышала, что вот миф об армии был же очень расплывчатый, потому что с одной стороны армии боялись. Были истории типа истории Андрея Сычева, которые выходили на медийную поверхность, которые совершенно поражали, шли разговоры о чудовищном насилии, о дедовщине, о злоупотреблении властью, о кошмарных совершенно условиях. С другой стороны, где-то в параллельном мере существовал миф о том, что армия социальный лифт, что для очень многих людей это хороший какой-то такой плацдарм для начала каких-то карьерных движений в жизни. Все это как-то одно с другим органически существовало. Хотя понятно, что армия как-то менялась и ситуация менялась, но оно сосуществовало одно с другим. Теперь вот насколько люди, как вам кажется, насколько люди, наблюдавшие за этой войной с диванов на протяжении восьми месяцев, насколько они вообще представляют себе, с чем они могут там столкнуться. вот когда они попадают вот непосредственно на фронт. Понятно, что уже начинаются эти разговоры на всяких форумах в этих сообществах, разговор о том, что тут сапоги не выдали, тут надо что-то купить, тут там какие-то консервы просроченные. Насколько люди себе отдают отчет в том, с чем они столкнутся вот хотя бы в этом таком вот приземленном бытовом смысле? Вы знаете, насколько отдают себе люди, мне трудно сказать. Я хотел бы сказать о другой немножко вещи вот в связи с этим, что действительно к армии было особое отношение у большинства людей. Да, все знали о дедовщине, о плохих моментах, которые происходят в армии, но, кстати говоря, уровень дедовщины не повышался, а снижался в 2000-е годы, и многие люди, которые прошли год армии, в общем, вышли из нее вполне нормальными людьми, не травмированными, я сам знаю, таких молодых людей. Но имелось представление, что армия это некий безусловный устой России, что армия это, во-первых, она очень сильная, она соизмеримая с армиями НАТО, что любую задачу она решит, что там хорошие, опытные военачальники, она прекрасно вооружена, показывала какие-то суперракеты, и что там порядок. В армии в целом порядок, понятно, элементы беспорядка могут быть, но в целом в армии порядок. Вот она четко пошла в Сирию, помогла Ассаду утвердиться у власти, создали базы, самолеты, все работает как у всех, все неплохо. Вот эта война к ужасу, вот большинство российского общества, которое верило в армию, обнажило то, что армия, собственно, ничем не отличается от всех остальных аспектов российской жизни. Она также неустроена, она также разворована, ее действующая часть, я уже сказал, весьма невелика, и она плохо оснащена, и в итоге людям приходится покупать новобранцам, мобилизованным, самим себе все. Известно, что первые месяцы войны, первые недели войны с Украиной приходили известия, что даже еды не давали солдатам, что во многом вот этот молодежство, так называемое, оно было вызвано просто тем, что армия не была ничем снабжена. вот это было тоже такое разочарование в армии, как вы помните, когда-то, ну вы, естественно, не помните, а я отлично помню, когда вот были гельцинские годы, годы такого беспорядка, всем, или все, точнее все, но многие надеялись на КГБ, что КГБ это структура, которая хранит порядок, которая все контролирует, если она придет к власти, будет в стране порядок. Ну вот, это, собственно, и был мотив, который Ельцин заставил назначить Путина своим преемником. В итоге КГБ оказалось бандитской организацией, все под себя захватившей, естественно, никакого порядка и не думавшей, кроме как порядка для себя. Вот то же самое стало и с армией. Разрушены оба эти стереотипы. русское общество оказалось и без системы безопасности, и без системы обороны. Вот результат 22 лет правления Путина. Теперь, что касается солдат. Конечно, солдаты, конечно, у нас люди не представляют себе, что такое война. В основном, кроме профессиональных военных, которые работают по контракту, люди, которые когда-то учились на военной кафедре, плохо учились, естественно, во главе с самим преподавателем монтировали занятия, а потом сейчас призвали ради развлечений когда-то посылали один раз на полигон пострелять, а теперь вот надо это все делать, они не умеют это делать. Они обнаруживают, что война это страшная вещь. Это страшная, это не игра, это не компьютерная игра в войну, это страшная, грязная, кровавая реальность, которой ты к тому же совершенно не подготовил. для большинства это все равно, что уход в партизан. Простой человек, он ни к чему не был готов, но жизнь его вынудила, он ушел в партизанский отряд. Вот примерно то же самое происходит сейчас с людьми, которые попадают в армию. Попадают не в заботливые руки опытных офицеров, которые их умело за там несколько месяцев готовят военным действиям, и технически, и политически, попадают в руки, в общем-то, сейчас вообще никакие руки не попадают, сейчас попадают в руки совершенно неумелые, эгоистические, о себе думающие, и бросаются на фронт не через месяц, а через дни после призыва. И вот все это вместе просто рисует скорую катастрофу. Вот я думаю, что мобилизованная русская армия с уже выбитой кадровой частью, это будет что-то очень тяжелое в ближайшее время, причем не только для фронта, где будут неудачи, но и для тыла, где эти люди, многие, станут социально опасны. Так что мне вот все это очень страшно видеть, то, что сейчас происходит с армией. Есть еще, конечно, такое абсолютное, вот как у нас нету никакой статистики, у нас нету представления о том, кто действительно охотно идет воевать, а кто идет в ужасе и просто за неимением другого выхода. Есть еще ощущение действительно полной непредсказуемости в Белгороде на полигоне, как вы знаете, случилась какая-то чудовищная перестрелка, очень мало данных о том, что там, там занижали еще количество убитых, Министерство обороны очень долго держало это все в секрете, днем это случилось, только вечером они об этом сообщили. Очень трудно понять, что произошло, но немедленно возникает ощущение, а вот вам этот выплеск этой чудовищной накопившейся энергии, этой ярости, этого нежелания, никого ни с кем воевать, это подчинение, когда людей отправили неизвестно куда, и вот им дали в руки оружие, и вот чем это заканчивается. И это как бы одна линия такого вот действительно ожидания бунта людей, которые не хотели воевать, но получили в руки оружие, и сейчас будут как-то вот так отстаивать свои права. С другой стороны, есть действительно ощущение огромной подавленности, боязни ослушаться, привычки как-то подчиняться, и вот этой вот линии, которая выражена главным образом тем, что ну, конечно, он пошел на призывной пункт, ему дали повестку, конечно, он пошел, потому что иначе что? А иначе штраф. И вот это вот ощущение, что штраф, и какое-то административное взыскание, и какое-то вообще соприкосновение с государством, оно все равно будет страшнее, чем война, оно дает другое ощущение, оно дает ощущение очень большой покорности. И как в этой ситуации двух разнонаправленных таких движений делать какие-то прогнозы и представлять себе, как эта ситуация будет развиваться, я совсем не знаю, есть ли у вас какое-то среднее арифметическое между историей в Белгороде и общим этим ощущением смирения, смиренности. Опять же, вот этот вопрос, о том, как они будут чувствовать себя на фронте, вот этот кошмарный случай под Белгородом, конечно, надо все это, ну, все это надо иметь точную информацию, понимаете, то, что мы имеем, это гадание на, в общем-то, кофейной гуще. Эксцесс произошел, эксцессы в сущности в армии бывают, в любой армии. Люди, которые имеют оружие, которое может убивать, иногда из-за умопомешательства, из-за каких-то тяжких душевных волнений, могут применить в отношении своих людей просто так, для вот какого-то внутреннего самодовлетворения, тем более, что многие молодые люди играли, а то и продолжают играть в компьютерные игры, где на компьютере так легко можно всех убивать и уничтожать, и это переходит в реальный мир, поиграть с настоящим автоматом. Но я не исключаю, что все совсем иначе, что речь идет именно о нежелании воевать этих людей и о каком-то, может быть, внутреннем конфликте, который привел к этой перестрелке и гибели многих. Но, опять же, это частый факт, а главный общий факт заключается в том, что, судя по реакции людей на призыв от бегства за границу до покорного, сжав зубы, послушания, хорошей армии Российской Федерации и Путин лично на фронтах Украины не получены. Не получены. Скорее всего, это будет армия плохая, которая будет сдаваться в плен, которая будет уклоняться от приказа идти в наступление или неумело, идя, погибать в первых же боях. Что тоже очень для военных действий, конечно, нехорошо, не говоря уже о гуманитарном факторе. Так что мобилизация решила антизадачу. Мобилизация наконец позволила русскому обществу осознать себя политическим обществом и принять людям, каждому, практически каждому, включая членов семей, родителей, жен, принять каждому то или иное политическое решение. Война пришла в каждый дом. Вот, собственно, это Путин добился. Так же, как в той же нацистской Германии, когда был первый восторг перед Гитлером, его успешными военно-политическими действиями, Анжелесом Австрии, присоединением Чехословакии, потом, в общем-то, достаточно быстрым захватом Польши и Франции, когда вдруг пришло осознание, что в каждый дом приходит почти уведомление о гибели кого-то из членов семьи, вот тогда и отношения многих стали меняться. Тогда люди стали сомневаться в гитлеризме. Не все в Непоне, но это началось. Это хорошо показано в тогдашней немецкой литературе. Но вот сейчас то же самое происходит в России. Но в отличие от Гитлера, в идею, в которую все-таки люди верят, и поэтому это разочарование поступало медленно, я думаю, что в идею Путина никто не верит по той простой причине, что этих идей нет. Понимаете, какие идеи у Путина? Отрывочные слова о том, что у них нет Украины как государства, что Украина часть России. Понимаете, это не цельная система идей, это не коммунизм, это не нацизм, и люди могут этим увлекаться в разговоре у телевизора, но они за это не пойдут умирать. Так что вот это разочарование Путинизмом, я думаю, и превращение России в политическую нацию, мне кажется, происходит у нас на глазах, но только в таком ужасном контексте, что мы это почти не видим. Мы за отдельными фактами каких-то нападений, бомбардировок, проубитых, мы не видим то, что вот сейчас меняется все русское общество. После 30 лет непонятной жизни оно начинает сейчас серьезно меняться перед лицом смерти войны, которую они не хотят, и перед страхом за судьбу своих близких. Андрей Борисович, тогда задам с одной стороны, когда мы слышим про политическое рождение, это очень обнадеживающее слово, и в это хочется верить. С другой стороны, конечно, обстоятельства такие, что непонятно вообще уже какие тут надежды и радости могут вообще в этом контексте быть. Не хочется задавать спекулятивных вопросов, а когда же тогда, значит, все восстанут и скажут Путину, что доколе там и так далее, но одно мы понимаем точно, что вот сейчас уже меньше месяца этой мобилизации прошло, уже идут похоронки свежемобилизованных вот этих вот новобранцев, уже люди действительно ну просто понимают механику этого процесса. Наглядно, в каждом доме действительно. Совершенно очевидно, что вот не знаю, когда будет бунт там и так далее, но рейтингу доверия это очков не добавят никаким образом. есть ощущение, что это какой-то действительно преступный, но кроме всего прочего еще и самоубийственный шаг с этой мобилизацией. Но почему мы не рассматриваем совсем кошмарное, совсем чудовищное развитие событий, когда российское общество превращается в классическое общество при тоталитаризме, покорное, боящееся все прекрасно понимающее может быть где-то там внутри своего подсознания, но боящееся сделать шаг, но как бы насилия-то с той стороны очень много. Не боитесь ли вы такого развития событий, такого кошмарного развития событий, я бы сказала? Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что вы говорили несколько раз о восстании, восстании маловероятны. Да-да, я так про него и говорю, что это, я не задавалась. Да-да-да, восстание с исторической точки зрения в даньшем контексте крайне маловероятны, но это не отменяет того, что люди осознали себя как политические личности, и политика перестала быть чем-то чужим. Вот слова «я не занимаюсь политикой, теперь глупый». Тебя вот взяли или твоего сына и послали на фронт. Вот он там занимается политикой помимо своей воли. Понимаете? И в этом смысле люди поняли, а если они поняли, то надо им помочь понять, что легче будет объяснить, что если ты не занимаешься политикой, политика начинает заниматься тобой и не самым приятным для тебя опытом. Поэтому надо заниматься политикой, надо быть политическим человеком в современном обществе. Это не интересно, это скучно, но без этого нельзя. Теперь вопрос о перспективах превращения России в страну классического тоталитаризма, ну, типа Северной Кореи. Вы понимаете, Россия сейчас ведет войну. Эта война будет, скорее всего, России проиграна. Причем проиграна полностью. Украина восстановит свою территориальную целостность в своих международных признанных границах и вряд ли можно ждать что-то иное. Это будет новый страшный кризис власти, не просто мобилизация, не просто гибель, я боюсь, сотен тысяч людей, но и проигранная в результате войны. Вот понимаете, война Сталина против Гитлера она была тоже с миллионами жертв, многими миллионами, если даже не десятками миллионов, но в итоге она была выиграна и это многое списало. А тут будет война проиграна, потому что нельзя выиграть войну со всем мировым сообществом, с НАТО, с такой страной, как Россия, это невозможно. Значит, война будет проиграна. После этого откроются две возможности. Замкнуться и действительно строить тоталитарное общество на абсолютном минимуме жизни, даже для элиты, потому что она не сможет продавать свои там нефть, газ, то, что она хочет. Или наоборот, разомкнуться, пойти на переговоры со всем миром и восстановить свои отношения к ним. первый тип, то есть замкнуться тоталитарное государство, это ирамский, я бы назвал так, ирамский тип, проигранная война с Ираком, внутренние замыкания и почти тоталитарное ирамское общество. Второй вариант это Германия, проигранная война Гитлера и открытие Германии всему миру. Да, Германия не принимала сама решение открыться или нет, но общество могло бы принять это решение, а общество могло бы отказаться, соучаствовать союзникам, участвовать в выборах, голосовать о христианских демократах, оно на все это пошло, западная Германия имеет в виду. И таким образом Германия сейчас стоит, можно сказать, во главе или одна из глав мирового сообщества демократического и либерального экономического, экономического разного. Вот, собственно, два пути. Почему для России более вероятен путь Германии, а не путь Ирана? Да потому, что в Иране произошла смена элит. Старая элита, которая была шакская, которая была связана со всем миром, она вся уехала за границу или погибла. А новая элита, это были мусульманские фундаменталисты, люди не из верхних слоев шакского общества, захватив власть, став своими для тех шахидов, миллионов шахидов, которые готовы были умирать за восстановление мусульманской власти в Иране, вот, она их сплотила в некоторую целостность, и до сих пор эта сплоченность существует, хотя она, конечно, убывает постепенно, и это позволяет удерживаться власти в Иране. А в Германии была старая элита, которая прекрасно жила еще до Первой мировой войны, потом их отцы, потом Веймерской республики, это капиталисты, аристократы, люди культуры, они поверили Гитлеру, но Гитлер привел их к катастрофе. И эти же самые люди говорят, нет, знаете, друзья, хватит, давайте вернемся в тот добрый старый мир, из которого этот обманщик, авантюрист Адольф вывел в 1933 году. Мы ошиблись, мы сделаем неправильную ставку, надо эту ставку исправлять, и это, собственно, привело к тому, что германская элита была против Гитлера после 1945 года, и была с закона Роденаура, христианских демократов, примерно то же самое произошло и в Италии, когда люди избрали Дегаспори и христианских или итальянских христианских демократов. Вот, понимаете, наш вариант в целом похож на немецкий и итальянский. У нас была хорошая или плохая элита, которая была частью мировой элиты, которая суммировалась после, естественно, года. И они поверили Путину, что он малой ценой сделает Россию великой, они ошиблись. Теперь, я думаю, у этой элиты будет желание вернуться в тот добрый старый мир, в котором они жили до 24 февраля или уж до 2014 года, а народ не консолидирован с новой властью, потому что новая власть это никакая не новая элита, это все старые КГБшники, всем давно известные и ради них, как мы уже с вами говорили, никто как за Аятол тогда, в начале 80-х годов, никто умирать не пойдет. И никто никак или как в России за власть Совета. И поэтому единственным выходом из этого будет сатальтарные государства не получится в такой обстановке. В таком контексте Северная Корея и Иран не выйдут. И там и там к власти пришли новые элиты тогда. В России я бы так сказал с вероятностью 90% начнутся осторожные, а потом все более и более активные зондажи, что нам надо сделать, на что нам надо пойти, будет спрашивать российские элиты, без Путина уже разумеется, чтобы опять вернуться в мировое сообщество, чтобы было все так, как было до этого кошмара 24 февраля. Вот поэтому я, хотя я понимаю, что может быть и вариант скажем северокорейско-иранский, но я не хочу пугал, он намного менее вероятен, чем вариант итальянско-германский после 45-го года. Этот вариант вот не северокорейский, не иранский предполагает действительно очень существенную волю и агентность общества, и, наверное, нам очень хотелось бы на это надеяться. Спасибо огромное, Андрей Борисович. Прекрасный разговор. Я, как всегда, надеюсь на продолжение и этой темы, и на какие-то другие разговоры. Очень надеюсь, что мы остаемся на связи. Я всегда к вашему услугу, но всегда очень рад с вами беседовать Анна Андреевна. Среди этого кромешного мрака иногда появляются новости, которые, ну, не то чтобы называются хорошими, но хотя бы какими-то положительно окрашенными, наверное, их назвать можно. 6 октября премию Анны Политковской получили две женщины. Татьяна Соколова, которая в Мариупольском роддоме, она работала Акушерской, продолжала работать там под обстрелами российских войск. И вторая лауреатка это Светлана Алексеевна Ганнушкина, глава комитета гражданское содействие. Я хочу поговорить со Светланой Алексеевной сегодня, поздравить ее лично, хотя и онлайн, и поговорить о том, как сейчас работает комитет и как изменилась его жизнь с начала войны. Дорогая Светлана Алексеевна, во-первых, я вас поздравляю. Я вас поздравляю со всем на свете. Я вас поздравляю с премией имени Политковской, я вас поздравляю с Нобелевской премией мира, которую получил мемориал. Я горжусь знакомством с вами. Это были какие-то вот среди предложенных чудовищных обстоятельств какие-то относительно светлые дни с какими-то в общем радостными новостями. Я очень-очень рада и очень вас поздравляю. Спасибо большое. Конечно, премия Политковской это большая честь и одновременно очень грустная. И грустно, конечно, вспоминать все, все, что было прожито вместе, к чему это кончилось для совершенно замечательного человека Ани. И еще читать тексты той украинской получательницы премии Татьяны Соколовой, которая рассказывает об ужасах, которые она видела и которым пыталась противодействовать как-то в Мариуполе, в роддоме. Как-то даже начинаешь ощущать, что немножко даже стыдно получать эту премию человеку, который в общем на войне по-настоящему не был. Светлана Алексеевна, мне мне вам объяснять, сколько вы сделали и главное, вы знаете, границы этой войны такие размытые на самом деле. Понятно, что есть прямо зона боевых действий и понятно, что то, что там осуществила Татьяна в Мариуполе, это великий совершенно подвиг, но границы войны действительно очень размытые на самом деле. Ну, а тот премиум, на который нас номинировали очень много, по-моему, около 20 раз, я сама была номинирована 10 раз на новую мужскую премию, ну, вот мы ее получили надеемся, что мы ее употребим на дело мира, так сказать, ну, в любом случае это будет так, конечно, тоже грустное время получать, но я много раз говорила, сейчас, наверное, повторю, что мне кажется, что вот присвоение сейчас двум организациям и одному человеку замечательному Олесю Беляцкому, который тоже выдвигался уже на новую премию в личном качестве, сейчас ее присуждать, это значит подтверждение того тезиса простого, на самом деле, что границы между людьми пролегают не по границам политической карты мира, а по нравственным позициям, ценностям и действиям и тем делам, которые мы делаем. В этом смысле мы, конечно, вместе. вот собственно и про дела я хотела и спросить, потому что я знаю, что комитет продолжает работать, несмотря на то, что его выселили, что вам теперь приходится тратить какие-то довольно большие деньги на аренду помещения, те деньги, которые могли бы уйти на какие-то другие цели, но вы стоите и выживаете, и работаете. стоим и говорим и нас поддерживают люди. И вы знаете, я вот приведу, раскрывая такой, ну, несколько частный разговор, такую цитату. Когда мы пытались оспаривать в суде возможность вот так вот прервать с нами договор о бесплатной аренде, то я немножко поговорила с судьей, она сказала, закон и справедливость это разные вещи. Вот это на самом деле, да, вот понимаете, ну, долгого разговора не могло быть, но есть восьмая статья закона о статусе судей, и там прямо присяга судьи, где он присягает действовать из соображения справедливости. Ну, там еще соответствует законам, разумеется, но все-таки исходя из принципа справедливости, и, если не ошибаюсь, там немножко по-другому это сформулировано, но вообще из личного убеждения. И вот, что касается этого личного убеждения, на второе заседание я не пришла, нам, естественно, отказали, и вот судья вот с какой-то удивительной наивностью сказала нашему адвокату, она сказала, передайте вашему руководителю, что если мое решение отменят, я не буду огорчена. И вот я подумала, понимаете, какое счастье, что я не принимаю решений, отмена которых меня бы не огорчило. Я каждый день, каждый день получаю отказы на свои предложения и просьбы, и требования в судебном порядке и так далее, но не было случая, чтобы меня это не огорчило. И мне кажется, что это хороший судья и, видимо, хороший человек. И, может быть, сейчас я ее подвожу, потому что достаточно легко понять, кто это такая, но на самом деле, на мой взгляд, это ее, с одной стороны, характеризует хорошо, а с другой стороны, это вот типичный случай, когда человек на себя ответственность возложить не хочет. И мне кажется, вот это вот отсутствие к себе требований или естественного желания нести ответственность за то, что делается от твоего имени и властью твоего государства, там, где ты гражданин, это, конечно, пережитки, которые, я не знаю, это пережитки или уже так укоренилось, что это невозможно будет никогда, никогда невозможно будет это изжить. И это грустно. А на самом деле, вот все разговоры о том, что все поддерживают, все за, все готовы идти воевать, мы видим, что это не так. Это совсем не так. Это не Великая Отечественная война, когда люди больные шли воевать, и участвовали в обороне города, как мой отец, совсем молодой, потому что, когда я родилась, ему было 20 лет, а я в 42-м году родилась. И он с открытой формы туберкулеза участвовал в обороне, и он не с оружием, он в гражданской обороне участвовал, но он действительно достаточно много дел получил медаль за оборону Москвы. Нас отнимают ту победу и перечеркивают ту страницу нашей истории, которой мы все гордимся и гордимся заслуженно. И еще используют ее чудовищно, совершенно используют в каких-то конъюнктурных, рекламных целях, чтобы оправдать то, что сейчас происходит. Светлана Алексеевна, вы говорите с некоторой уверенностью, что не хотят люди сейчас идти воевать, не хотят люди на фронт, не хотят люди воевать с Украиной. Есть такое ощущение, нету данных, нету статистики, есть данные о людях, которые уезжают, но при этом понятно, что уехать могут далеко не все. Поэтому уезжают многие, но все равно это небольшой какой-то процент. как вы, вы находитесь, в отличие от меня, в России, как вы это оцениваете? Как вы замеряете вот эту вот готовность и неготовность идти воевать? Во-первых, я вижу, что происходит вокруг меня. Во-вторых, я вижу картинки, да. Я вижу, да, люди уезжают, действительно покидают Россию, находят способы покинуть. Или скрываются, прячутся. А потом мы же видели эти колонны, колонны машин на выезд из России. И эту шутку, грустно-забавную шутку о том, что вот мы сейчас выйдем все из машин, проведем референдум и решим, что это территория продвижит Грузию и перенесем границу. Тогда мы уже все в Грузии. Ну, понимаете, это я вижу по этому признаку. А еще потому, что ко мне иногда подходят люди на улице, которые слушают интервью и говорят тихонечко, когда никого нет. говорят, вот мы хотим сказать, что мы того же мнения, что и вы. На улице к чужому человеку подходят. Вот. А еще мы хотим сказать, что так, как мы, думают многие, чтобы вы не думали, что вы в одиночестве. А я не думаю, что я в одиночестве. Вокруг меня очень много единомышленников. И это большое счастье, что я не оказалась в ситуации, как некоторые, когда одно поколение в семье придерживается одного мнения, соблазнившись этой терминологией, которая дает терминологический сигнал, используя действительно вот те времена, которым мы привыкли гордиться, и те слова, которые мы привыкли говорить с положительной и с отрицательной коннотацией, совершенно незаслуженно и несправедливо используя. Ну, у нас это, у меня это, слава Богу, не так. Ну, я знаю другой случай, когда отец говорил сыну, это безобразие, это родина, нужно защищать, я поддерживаю, я все поддерживаю, ты в этой дурацкой организации, чем ты занят. А когда дошла речь, зашла речь о том, что сына могут призвать, он сказал, нет. И спросил, как же так? Он сказал, это другое дело. То есть, это вот клюрализм в одной голове, как когда-то сказала моя подруга, покойная, к сожалению, Лиза Ваднографов. Клюрализм в одной голове. Когда в одной голове, в одном случае вы используете, так сказать, одни подходы, а другого, оказывается, совсем другие. Да, надо вот защищать, да, это война за Родину, так-так-так-так-так. А мой сын? Нет, мой сын не пойдет. Мы довольно часто смотрим на Чечню, как на ну, такое вот, такое место, где как в капле отражаются очень многие процессы, которые происходят в России. Довольно много людей, как я понимаю, уехало из Чечни сейчас. И причем, еще цифры занижаются, и, видимо, даже официальные цифры, которые звучат, довольно основательные цифры, видимо, еще больше. при том, что Чечня это тот регион, где, там, Кадыров говорил, что он сейчас обеспечит мобилизацию даже до того, как она была объявлена, что у него сейчас все пойдут воевать. Сопротивление в Чечне и женщины, которые, было какое-то количество женщин, которые пытались протестовать против мобилизации. Как это сейчас, как вам удается получать какие-то оттуда новости, как там обстоят дела, насколько действительно, какова судьба этих женщин, в конце концов, знаем ли мы что-нибудь про это? За столько лет у нас там сложились свои отношения, конечно. Это безусловно так. И мы получаем информацию оттуда, несмотря на то, что, ну, несмотря на то, что работать там официально, открыто фактически невозможно. Или, возможно, в очень небольшой мире. Есть, ну, я знаю, одну организацию, которая все-таки работает. Это, конечно, удивительные люди. И, конечно, это женщины. Что касается чеченских женщин, вы знаете, я просто преклоняюсь перед ними. И вот эти войны чеченские, женщины же выходили, перекрывали дороги, женщины защищали своих мужчин, физически отбивали своих мужчин, ну, стояли с нами на всех наших митингах антивоенных, тогда это было возможно. Никто не тревел от нас преданности, да, такого рода, когда слова перестали, ну, то есть о русской преданности, я бы сказала. Вот. Тогда это было по-другому. И всегда рядом с нами были чеченские женщины. Конечно, я должна сказать, что за время чеченских войн статус в обществе чеченском, чеченской женщины очень возрос. Ну, мне, наверное, возразят, что всегда был высок, но вот я все-таки заметила изменения. Да, вот такие вот, такие вот в чече женщины. И знаете, я вот, вы знаете эту историю, да, о том, что вызвали мужей, этих протестующих, а заставили любить своих жен. И вот я много думаю об этом. Ну, то, что мой отец или мой муж не ударили бы меня, я в этом уверена. А вот поставив себя на месте этих мужей, что бы я сделала? Что, что, была поставлена, да, дилемма, но есть вещи, которые ни по какому, при какой дилемме нельзя делать. И это ведь подтвердилось, по крайней мере, вы знаете, в один случай, когда человек вернулся домой и умер. Он этого не выдержит. Ну, вот, вы говорите, что там с этими женщинами? Вот то, что, как обычно в Чечне, вот, теперешней чеченской властью ответственность возлагается на мужчин и на всю семью, народ, очень и очень далеко. Это именно по этой причине еще все протесты там имеют дополнительные огромные риски для большого числа людей. И то, что они на это решаются, тем не менее, это, конечно, достойно глубокого уважения и вызывает это уважение. и достойно несколько взглядов снизу вверх на их поступки. Да, абсолютный героизм. И, знаете, как мне, как мне говорил Таус Церганова, правозащитница, она говорила, вы, пожалуйста, только помните, что Чечня – это Россия. И действительно, может быть, сложно себе представить, что где-нибудь там в Центральной России в Следственном комитете какому-нибудь мужчине скажут, «Иди домой, бей жену», может быть, такого именно не будет. Но процессы-то, на самом деле, одни и те же. Но, может быть, действительно, они там на территории Чечни в несколько более радикализированном виде предстают. Но процессы-то, на самом деле, одни и те же. И мне кажется, про это важно помнить. Важно помнить, что в Чечне бы не было этого, если бы не поддерживал Рамзана Кадырова Владимир Владимировича. Совершенно однозначно. Просто совершенно однозначно. И то, что Таус, замечательный Таус, говорила, что надо помнить, что это Россия, я думаю, что она имела в виду именно вот это. Это Россия в том смысле, что многие процессы, идущие в Чечне, зависят не только от населения Чечни. Это, так сказать, не их традиции, как любят это изображать. Это та сегодняшняя реальность, в которой оказался и этот народ, и мы все. Абсолютно, да. Светлана Алексеевна, я хотела спросить еще, конечно, про, поскольку бесконечно идет разговор про вот эту вот мобилизацию, про эти повестки, которые вручаются так, 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 где угодно, без всяких правил. Мигранты и повестки, которые вручаются, там, не знаю, в отделах УФМС, там и так далее, и так далее. Вот как с этим обстоят дела? Есть ли у вас хоть какая-то возможность людям помочь в этой ситуации? или уже человек в этой ситуации как бы бесправен совсем, и могут ли здесь что-то сделать там юристы, адвокаты? Как с этим дела обстоят? У нас не было жалоб на то, что кого-то насильно, когда он пришел в этот вот многофункциональный пункт, что его кто-то заставил идти в отдел Министерства обороны, и там записываться в адвокаты. Такого не было. Предлагают, да, но жалоб на какое-то принудительное туда направление у нас пока не было. Так что мы с этим не сталкивались. Но то, что люди там, некоторые на это ведутся, наверное, это так. Светлана Алексеевна, я, конечно, хотела еще спросить вас про вашу текущую работу, потому что, хорошо, здание оттяпали, вы нашли другое здание, тратите на него деньги. Есть ваша работа такая вот рутинная, ежедневная, которая продолжается. Конечно, она должна была каким-то образом измениться. И тут много всего. И тут навешанный на вас статус, но это уже не новости, это уже какое-то время. И война. Как сейчас происходит работа, с чем вам приходится сталкиваться? Ведь наверняка еще какое-то огромное количество ограничений и палок в колеса. Ну, понимаете, то, чем мы занимаемся, в основном, главным образом, не ограничена. Это непосредственная помощь людям, которые оказались вот в таком положении, что у них нет крыши над головой, нечего есть и так далее. Наша работа состоит в том, что мы собираем вещи, мы собираем, только чтобы нам после этих моих слов не стали приносить 20 second hand, как я это называю, потому что иногда люди приносят то, что... Да, вот не надо думать, что кто-то другой наденет то, что ты уже надеть не можешь. Вот. Если люди приносят вещи, ну, в основном и приносят хорошие сейчас. Вот. Мы собираем вещи, деньги, продукты, мы собираем деньги, 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 закупаем, стараемся подешевле закупить. Сейчас у меня кабинет, ну, это надо было видеть, это горы подушек, одеял и так далее. Это прям, я живу как с рисугробов таких вот белых этих всяких таких посильных принадлежностей, продуктов, продуктовые наборы. Потом, что самое важное, конечно, это помощь больным, людям раненым и просто больным. И все это делается и этому не противодействует. Но сложность, конечно, с юридической работой потому что бесконечные требования предъявить такие документы, предъявить эти такие документы. Вот мы не можем, например, вот уже очень много времени добиться легализации, выдачи какого-то документа женщине из Украины. Она жила, вообще-то она, судя по всему, она по происхождению из России и, в общем, можно было бы вполне, в соответствии с нашим законом, доказать, что она гражданка России. Но не хватает документов на это. От нее требуют доказательств, что она не гражданка Украины. И это больной человек, больной не только физически, но и вот такой уже пожилой, с ментальными, уже старческими отклонениями, с не очень трудными. Ее присылают сейчас получать документы в Крыму. И получить документы о прописке в Крыму через нашего адвоката нам не удалось, у нас там есть адвокат. Вот такие вот вещи, которым совершенно непонятно, почему противодействуют. Вот мы сейчас пытаемся этот вопрос решить, привлекли к этому аппарату полномоченному по праву человека, который, надо сказать, намного помогает. И, конечно, продолжается вся традиционная работа. изменения, ну, изменения, конечно, по историям, которые мы слышим, потому что нам рассказывают. И это нелегкое слушание, так сказать, для сотрудников, особенно для молодых, которые очень близко все принимают, конечно, в сердце, более эмоционально еще, чем, может быть, старшее поколение. Хотя и старшее тоже эмоционально. И воспринимают это все очень близко и лично. И то, что государство противодействует легализации людей, мне совершенно непонятно. Это нелогично и противоречит вообще объявленной политике. Но вот, тем не менее, это так. Ну и наши традиционные сирийцы, афганцы, все это с нами. Проблем по-прежнему очень много. Разница именно в объемах, конечно, и в том, что это так близко, это такие совсем наши люди. Это люди, которые приехали сюда, в Россию. Потому что у них здесь есть родственники, но родственники тоже не могут их всем обеспечить. Родственники, близкие, на какое-то время могут пустить в себе жить, но это не может быть бесконечно, и это не могут быть очень больные, большие семьи. Ну, вот, живем, как и все. Все живем вот в этом абсурде и кошмаре. Все живут в абсурде и кошмаре, но вы герои при этом. Нет, мы не герои. Вы знаете, мы не герои, это когда-то было уже сказано, когда Альвара Фильдроблес, который ездил в Чечню и сказал, когда приехал, он сказал, когда я там провожу 10 дней, я потом должен реабилитироваться там с опыта. И потом, поймав мой взгляд, сказал, ну, а вас что говорить, вы герои. Мы не герои. Мы как люди больные раком. У нас нет варианта. Мы не можем сказать этому нет. Мы должны с этим жить и с этим справляться, пока мы живем. Это не героизм. Никто из нас не хотел становиться героем. Да, это правда. Это правда. Но, тем не менее, знаете, этот груз тоже очень по-разному люди несут. Светлана Алексеевна, нет, вы знаете, вы меня не переубернили. убедите. Для меня вы все равно герой. Спасибо огромное. Я еще раз очень вас поздравляю. Я насколько можно пожелать, чтобы вот ежедневная, текущая, рутинная, повседневная работа, чтобы она была спокойной и выполнимой. Чтобы вот она была, чтобы ее можно было спокойно делать. Вот настолько я вам, я очень вам этого желаю и надеюсь до каких-то ближайших новых встреч. Давайте всем пожелаю мира. Да, Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok